Всем привет, добро пожаловать на портал Невроза Мегаполиса, меня зовут Алексей Красиков и в этом видео вы увидите все, что вам необходимо знать о панических атаках и о самой технологии работы с паническими атаками и со страхом передвигаться самостоятельно. Сегодня я покажу вам все главные технические процедуры и философию, которую вы должны понять, чтобы справиться с паническим расстройством, с паническими атаками и они больше никогда не будут вас преследовать. Поэтому смотрите это видео, не переключайте, это будет очень важно. Данное видео я записываю конечно же не впервой, все эти упражнения уже давно есть на канале Невроза Мегаполиса, с 2011 года этот канал первый в российском ютубе, который освещает тему неврозов, панических атак, депрессий, фобби, страхов, навязчивости и так далее. Но это видео я делаю по просьбе моих клиентов, у которых нет финансовой возможности посещать семинары, посещать какие-то мероприятия, да и если честно, в целом я считаю, что на сегодняшний день у вас есть такой объем информации бесплатный о панических атаках и о горофобии, что платить за него нет смысла. Платить надо за грамотное консультирование, за грамотную психотерапию, которая помогает работать самим неврозом. Поэтому я абсолютно уже спокойно много лет рассказываю саму технологию, связанную с паническими атаками, просто ее надо будет соблюдать. Некоторые зададутся вопросом, наверняка какая-то подстава или какая-то неполноценная информация, потому что если бы она была полноценной, он бы не выложил ее бесплатный доступ. Не хочет ли же он терять деньги? На самом деле я сразу отвечу на данные убеждения или гипотезу о том, что почему я выкладываю в свободный доступ полную технологию по работе с паническими атаками. Объясняю. Первое. Вы должны понимать, что если бы проблема ваших симптомов, если бы проблема вашей, скажем так, вашего самочувствия была исключительно в области панических атак и страха передвигаться самостоятельно, ну, вряд ли бы какой-то вменяемый психотерапевт ее бы выкладывал в свободный доступ, потому что мы бы все остались без работы. Объясняю правду, которая есть на самом деле. Если у вас есть панические атаки, вы боитесь за сердце, вы боитесь умереть от инфаркта, вы не можете выходить далеко из дома, у вас преследуют какие-то приступы страха, вас накрывают, вы бежите домой или никуда не ходите, переходите с мамой, с папой или с телефоном. Это не является главной проблемой. Просто вы научились себя пугать, вы неправильно поняли некоторые обстоятельства, научились их избегать и не знаете некоторых секретов, о которых я вам сегодня попытаюсь очень детально, но сжато, чтобы вы смогли этот файл брать с собой или перевести его в аудиоформат и смотреть, слушать его в наушниках, выполняя эти упражнения на улице. Так вот, почему? Потому что суть психотерапии заключается не в том, чтобы объяснить, что такое панические атаки, дать вам упражнения. Если вы закончите себя пугать, закончится невротическая проблема. К сожалению, ребята, невротическая проблема не закончится, она только начнется, ее терапия только начнется, поэтому первым шагом вам надо научиться не пугать себя, не доводить себя до паники, абсолютно понимать, что происходит, а дальше уже заниматься самой терапией неврозов, самой терапией эмоционального расстройства, самой терапией эмоционального невротического депрессивного состояния. Первое, с чего хочется начать, это с того, чтобы вы должны понимать, что очень типичная ошибка моих клиентов заключается в том, что они верят в то, что они заболели ВСД, в лучшем случае неврозом, и у них возникают какие-то приступы, несанкционированные приступы, которые мучительно беспокоят, при которых можно упасть в обморок или еще хуже умереть, и им надо помогать, или они должны оказаться дома, или вокруг них должны оказаться родственники или какие-то близкие люди, которые, если что, вызовут им скорую, которые, если что, помогут им медицинские и так далее. Поэтому часто тревога возникает в местах удаленных от людей, или в местах удаленных от дома, в местах удаленной от какой-то цивилизации, цивилизации, леса, поля, поезда, самолеты. Почему? Ваш организм на самом деле не видит, где вы находитесь. Ни один орган не в курсе. Почему такое возникает? У многих клиентов есть иллюзия о том, что у него просто вдруг в поезде может случиться паника, и никто не поможет. Многие думают, что вдруг я пойду куда-то на улицу, и со мной случится какой-то приступ несанкционированный, мне никто не поможет. Вот это первая ошибка, которую надо понять. Итак, ошибка номер один, или действие, которое вы должны понять. Паническая атака – это пароксизмальный испуг собственного напряжения, собственного вегетативного состояния. То есть это не приступ несанкционированный, который вспышками вдруг, как кашель, например, возникает у вас при болезни. Панические атаки – это привычка пугать себя. Вы себя пугаете либо страхом ожидания повторенного приступа ранее бывалого, либо вы себя пугаете, испытывая физиологический дискомфорт от вегетативного напряжения. Либо вы испытали тахикардию, онемение ног, озноб, слабость, головокружение, шаткость, и вы подумали, подумали, что это опасно, что это к чему-то приведет, что вас похоронят, ваши дети останутся без вас и еще что-нибудь, или вам не помогут, и вы умрете, и вот так вы испугали себя. Либо у вас был уже ранее испуг на улице или еще где-то, и вы уже туда выходите, и боитесь, что это повторится, и вам точно в этот раз никто не поможет. Запомните, это иллюзия. За десятилетия практики моей, у меня 7 лет, моих коллег никто никогда от испуга не умирал. Единственный способ, единственный повод смерти от панической атаки – это возможно. Умереть от панической атаки возможно, только если вы очень-очень пожилой человек, имеющий серьезные сердечно-сосудистые патологии, при которых любой эмоциональный всплеск может быть фактором риска. Если вы не пожилой дедушка, бабушка, без серьезных каких-то хронических, тяжелых, сердечно-сосудистых патологий, пугаетесь вы себя, вы пугаете себя, радуетесь, никакой проблемы быть не может. Организм не может собственными эмоциями себя убить. Так же, как и передозировать вас собственным адреналином. У многих есть гипотеза о том, что я и так в состоянии тревоги, пойду буду тревожиться, потом я испугаюсь, доза адреналина умножается на дозу адреналина, все это множится, множится, и ба-бах, мозг разрывается на попкорн. Нет, такого никогда не случится. Объясняю. Рисуем вместе со мной, либо запоминайте. Паническая атака представляет собой примерно вот такой процесс. Вот здесь очень важно кое-что понимать. Паническая атака никогда не возникает вот сразу и вот здесь. Она возникает примерно вот так. Если вы вспомните. Возникает вегетативное напряжение, пошло по ногам, онемели щеки, ватные ноги, ватные руки, головокружение, пошел пот, озноб, тахикардия усиливается, сознание начинает как-то сужаться, и это все начинает нарастать. Верно? Верно. В этот момент вы естественным образом начинаете думать о том, что ого, кажись, это смерть, кажись, я сейчас упаду, сойду с ума, инфаркт, инсульт, бла-бла-бла. И в этот момент нарастания это выглядит так. Оно поднимается, 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 все сковывает, сужается, как-то все, все стучит, колохочет, мокнет и так далее. Это волна, которая поднимается. И у вас есть полная уверенность в том, что вот это поднимающееся самочувствие волной имеет какую-то точку, мы называем это точка Х, вот так я нарисую, как будто есть некая точка Х, которая, достигнув которой, случится что-то страшное в виде потери сознания или смерти. И действительно, испытав панические атаки в 2006 году, вспоминая это, это действительно так. Вы действительно верите, и я в это верил, что вот эта волна, которая начинает подниматься, она может полностью вас захлестнуть, полностью дойти до какой-то точки, и вот в этой точке случится какая-то проблема. И у вас инстинктивно, не от того, что вы глупы, и не от того, что вы что-то не понимаете, у вас инстинктивно начинает срабатывать механизм в обратку, но естественным образом. Вы начинаете всяческим образом пытаться не поднять это напряжение, его максимально, вот эту волну, которая поднимается, верно, остановить. Кто-то начинает суетиться куда-то, бежать, кто-то начинает вызывать скорую, кто-то начинает звать родителей, просить помощи у окружающих. И вот в этот момент и возникает самый главный испуг, потому что вегетатика нарастает, а вы пытаетесь двигаться в обратную сторону, пытаетесь убегать и пытаетесь всяческим образом не поднять это состояние, потому что вы убеждены, что здесь начнется смерть, сумасшествие, потеря сознания и очень сильный дискомфорт, мягко говоря. Вот именно вот этот инстинктивный момент остановить, убежать, прекратить и является приступом панической атаки, а вовсе не здесь. Поняли? То есть, сама по себе паническая атака, она возникает на стыке нарастания вегетатики и на стыке инстинктивного, попытки инстинктивно от этого избавиться, а вовсе не здесь. Отсюда следует очень важное правило, которое вы должны запомнить. Если вы не хотите испытывать панических атак, если вы хотите с этим справиться, вам надо понять одну вещь. Слушайте очень внимательно. Вы должны вот эту волну, которая поднимается, ни в коем случае инстинктивно не остановить, а вы должны наоборот ее как бы протащить максимально наверх до самой, как бы вам казалось пока еще, верхней точки. Это очень-очень важно. То есть, вы должны своим усилием воли и желания максимально разогнать это состояние до некого максимального пика, насколько вам кажется, это должно быть. Проще говоря, вы должны себя закинуть вот сюда, как вам кажется. Чтобы сюда закинуть себя максимально, как вам кажется, вы должны использовать упражнение, которое я когда-то назвал 33, еще лет 5, наверное, назад. Вы максимально пытаетесь сделать следующее. У вас поднимается волна вегетатики. Вы поехали в метро или вы еще где-то. У вас поднимается все это по ногам, у вас начинается тхикардия, у вас не имеют щеки, у вас не имеют кончики рук, вам кажется, вы уже не чувствуете конечностей, потому что сосуды спазмируются от адреналина, это испуг в этот момент происходит, а не приступ. И в этот момент, когда все это поднимается, вы захотите побежать обратно куда-то посуетиться. Главная задача здесь протолкать это наверх. Как это делаем? Давай еще сильнее, да, давай, давай сильнее, давай, 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 давай максимально, и вы максимально всю эту вегетатику пытаетесь усилить и максимально вытолкать ее побыстрее на самый верх. Как можно быстрее, как можно сильнее. Давай еще сильнее раз, давай еще сильнее два, давай, что-то слабенькое, давай, 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 и вы усилием воли пытаетесь наверх эту волну загнать. Вам будет казаться, что вы пытаетесь ее загнать наверх, но это реально будет страшно, сразу вам говорю, то есть это будет подниматься, 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 это будет так поднимается, сужается, вам страшно вегетатика, вегетатика, поднимается и в какой-то момент все это исчезает потому что вот этой точки Х ее не существует, не существует пика он иллюзорный вот эта волна по правде выглядит так она поднимается, поднимается давай еще сильнее, давай еще сильнее она напрягает, 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 напрягает поглощает, 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 поглощает и бух и нету ничего вот этот момент очень важный если вы начнете себя максимально разгонять вы пролетите всю эту историю и она прекратится сразу и вы вылетите в точку, которая не является никакой максимум она просто закончится то есть паника образуется на этапе торможения инстинктивного вот этого процесса если вы это тормозить не будете а будете максимально себя разгонять и максимально пытаться вытолкать себя наверх оно резко прекратится что будет дальше? дальше будут действовать следующие физиологические принципы когда вот эта вегетатика вас разгоняла у вас выделился адреналин это гормон который напрягает ваши скелетные мышцы который спазмирует сосуды потому что адреналина слишком много который мобилизирует всю весь организм вы были в этот момент вот так вот мобилизированы на самом деле вы не умирали это вегетатика с адреналином от этой мобилизации мышечные волокна напрягались и напрягались достаточно сильно это то же самое что вы делаете гимнастику по Джекобсуну где вы напрягаете руки максимально потом расслабляете потом опять максимально статикой напрягаете расслабляете что потом происходит? релаксация вот примерно то же самое происходит после этого момента вы здесь чувствуете релаксацию то есть вот здесь начинается такой естественный физиологический мышечный релакс многие тоже могут этого испугаться пугаться этого не нужно кайфуйте вы просто расслабились от сильного напряжения которое создало вегетативное состояние вот это очень важно понимать ни в коем случае нельзя здесь тормозиться или пугаться вы должны максимально силой воли заставить себя протолкать это все наверх оно резко закончится и наступит обычный спад и вы пройдете или поедете дальше и через 5 минут вы про это даже забудете ну вспотеете водичку попьете умоетесь пойдете дальше для чего это упражнение нужно? запомните еще один секрет многие люди я возьму новый лист делают следующую ошибку во-первых они считают что этот пик опасен и они его избегают то есть они пытаются всяческим образом максимально не допустить вот этого нарастания и они думают что если это нарастание случится в каком-то месте им не помогут и они пытаются максимально избежать вот этого момента и у них возникает здесь паника соответственно единственное что вам надо здесь сделать упражнение номер 2 выпишите все места в лист где вам кажется казалось могло что-то случиться и откуда вы убегали ну например вы не ходили в метро вы не ходили далеко от дома вы не ходили в лифт вы не ходили туда потому что вам казалось что случится какой-то приступ а вам там не помогут ваша задача выписать в список все места куда вы не ходили и внимательно слушайте упражнение номер 3 максимально захотеть там спровоцировать подъем вегетативного напряжения и протащить это наверх в чем прикол прикол заключается в том что организм ваш очень умный он прекрасно понимает что пока вы вот здесь вот как-то справлялись с помощью бегства с помощью какого-то механизма таблеток звонков вы избежали контакта с максимальным контактом вот этого пропускания и он запомнил это и якобы не дает вам это сделать вы говорите ну я как бы не хочу туда ну нет ну то не-не-не-не и вы делаете катастрофическую ошибку вы должны максимально протащить напряжение наверх во всех местах где это могло быть или будет или как-нибудь может случиться проще говоря выписываете все места топаете туда ножками и силой воли пытаетесь заставить себя максимально наполнить себя вот этим вот легитативным состоянием и протащить его наверх у многих это получаться не будет потому что вы сами не можете испугать себя например я хочу испугаться вот этой вот там рамочки ну как вы испугаетесь сами когда вы этого хотите запомните вы пугаетесь только тогда когда вы этого не хотите а если вы будете максимально это провоцировать это очень скоро закончится и последнее и очень важное вам кажется что в этой точке случится что-то страшное и ваш мозг в это верит когда вы протащите себя максимально наверх и это произойдет вот так давай еще сильнее Давай еще сильнее, давай еще сильнее Давай еще сильнее, давай еще сильнее Сильнее, сильнее, давай, давай, давай И ничего нету И если вы это повторите несколько раз Ваш мозг сам поймет Что вы доводили себя до максимального пика И ничего не происходило И все оставшиеся вегетативные напряжения Которые могут каким-то образом возникать В каких-то социальных моментах У вас уже не будут вызывать никакой паники Не будет никакой проблемы Потому что если вы протащите себя Вот туда силой воли На самый как бы верх То все оставшиеся меньшие вегетативные напряжения Абсолютно не будут вызывать паники Вот и вся технология В 20 минут Которую вы должны запомнить Понять И самое главное Каждый день вы должны идти по какому-то списку У вас должен быть конкретный список Что вы делаете сегодня Куда вы сегодня идете И где вы пытаетесь это протолкать Прямо по списку И максимально контактируем с этим Но никак не пытаемся с этим От этого убегать Вот и вся технология По большому счету Если вы захотите справиться быстро Я думаю, что вы справитесь за неделю Несколько раз протолкав себя наверх И поняв, что это не проблема И начиная двигаться по списку Пытаясь спровоцировать И максимально туда протащить Ваш организм увидит, что нечего бояться Ну, логика такая Если я была на самом пике И это рассосалось очень быстро И никаких проблем нет от того, что я несколько раз себя проталкивал наверх Бояться-то нечего Но проблема в том, что доказать это можно Только собственным поведением То есть пока вы не протащите это И пока вы искренне не захотите это поднять наверх Усилить и вытолкать на самый пик И будете ходить по улице Там, где вам было страшно И так, где я? Так, я на мосту Я на середине моста Давай, поехали Три-четыре Начинайся Давай, нет Ну, давай, давай Пугайся Ты же один на мосту Тебе никто не поможет Давай Все, давай, напрягайся Ну Не получается, черт Так, на мосту не получилось Давай дальше зайдем Отошел дальше Так, давай здесь О, поднимается Давай, все Давай, сильней Давай, давай Давай, поднимайся Поднимайся Давай Давай, паникуй 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 Давай Ну, черт, не паникуйся Куда пойдем? Пойдем на поле Пойдем на поле Тинь-тинь-тинь-тинь-тинь Так, на поле Телефон На хер телефон Давай, все, мне никто не поможет Ну, давай, давай, давай Вот таким подходом Можно с этим справиться То же самое вы делаете Если вдруг По привычке вас застиг Подъем вегетатики Вы поняли О, началось, супер, отлично Клево Давай, 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 быстрей Поехали, поехали То есть вы подхватываете это начало И выталкиваете его силой воли наверх Вот и все секреты Не надо платить за это деньги Сейчас вы узнали все самое главное О технологии Это очень важно Запомните это Практикуйте это За что же платить? Скажете вы Если так все просто Справиться с паникой Протолкать это наверх Побывать в всех местах Не избегать эти места И максимально все это усиливать Это не сложно Платить надо За грамотное Консультирование Которое Поможет вам Справиться С тем напряжением Которое изначально возникло Потому что на самом деле Вот здесь возникло Просто вегетативное напряжение По причине Какого-то Невротического Расстройства То есть Сама паническая атака Вот этот вот механизм Отталкивания Это не является невроз Это не невроз Невроз Это то Что вызвало напряжение Невроз Это то Что вызвало Телесные Фобические И Навязчивые Состояния Вот За терапию Фобических Навязчивых И депрессивных Состояний И нужно Платить За консультирование Поэтому Панические атаки Агорофобия Это Маленький Маленький Кусочек Айсберга Который вы должны Срезать И двигаться Дальше Алексей Красиков И канал Невроза Мегаполиса Желаем вам Успехов Хорошего вам настроения Будьте здоровыми Смотрите видео Подписывайтесь на канал Ставьте лайки И обязательно Покажите это видео Друзьям Родственникам Которые Не могут Передвигаться Без вас Или без Чьей-либо Помощи Из-за паники Передайте им Это видео Пусть они Смотрят канал Спускаются По роликам Ниже Потратьте Несколько дней На просмотр Видео И вам Все Станет Ясно Успехов Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok